Лучший кондитер Друзья, пришла пора ежегодного конкурса Лучший кондитер Чудесно! Сейчас 8 утра Ровно в полдень мы определим победителя Кулинары, за работу! Ура! Ура! Вон как побежали! Я бы тоже хотел поучаствовать Тики-бряк, ну какой из тебя кондитер? Ты же этим никогда не занимался Все готовят, и у меня получится Баба Капа делает самые замечательные десерты на свете Вот именно, иди у Капы поучись сначала Не думаю, что это сложно Я достаточно взрослый, чтобы самому что-нибудь приготовить Просто мне нужен какой-нибудь рецепт У Бабы Капы много рецептов Мы у нее попросим и принесем вам Отличная идея! Привет, я Лунтик Я снова с вами Редкая драгоценность Кузя, ну зачем так спешить? Это всего-навсего смородина Редкая смородина, Лунтик Красная Всего один куст на весь лес Говорю вам, настоящая драгоценность Поторопимся Красная смородина Ням-ням-ням Вот видишь, будем копошиться, все ягоды расхватают Побежали вдоль пруда, там быстрее Я застряла! У нас не получается отодвинуть камень Лунтик, ну ты чего там? Не плачь, малыш, сейчас мы тебе поможем Давай-ка вместе На счет три Раз, два, три! Ура! Спасибо, Лунтик! Кузя, ура! Ну все, теперь за смородиной Красная смородина Я слышала, еще пара гроздьев осталось Поспешим, дорогой Тим, Дина, здравствуйте А что здесь произошло? Ой, Лунтик, Кузя Привет Это все ветер Сорвал наши фонарики И разметал все по поляне Надо развесить их до заката Чтобы осветить тропинку Но боюсь, не успеем Фонариков слишком много Да, неприятно Мы помогли бы, но... И поможем Кузя Ведь они наши друзья Так В какую сторону дул ветер? Ага Пошли с нами за красной смородиной Ага Если она еще осталась Спасибо Мы тут еще не все закончили Идите без нас Не сбавляем темп До заката мы должны собрать Полную тележку красной смородины Полную тележку? Лунтик, нужно поторапливаться Лунтик Лунтик Так, Лунтик Поднажмем Ооо, спасибо Как и следовало ожидать Опоздали А вот и нет Кузя, смотри Да нам ни за что не допрыгнуть так высоко Клава? Клава Я помогу Наша смородина Спасибо тебе большое Ооо Ну вот, пожалуйста Темнотища Ничего не вижу Отойди-ка в сторонку, Кузя Тим Ты просто наш спаситель Опять этот ветер Это конец Я так хотел попробовать редкую ягоду Кузя Ну, малыши Спасибо Красная смородина для Лунтика и Кузи И правда, редкая драгоценность Но по-настоящему бесценной Оказалась помощь верных друзей Привет, я Лунтик Я снова с вами Не ради награды Выходит, зря я сажала эту клубнику Да Кто же это поедает ягоды? Каждое утро нескольких недосчитываемся Хотела испечь пирог на праздник урожая Что же делать? А что, если ягоды ночью охранять? Лунтик, не спи Опять ягоды стащат Вупсень? Эээ, ээ, стой! Держи, лови его! Вупсень! Куда? Стой! Отдай клубнику! Эй, ты чего? Ай, Вупсень, что происходит? Эх, удалось ему скрыться Я как чувствовал, да и думаю, посмотрим Не залез ли кто в огород Бабы Капы? Жаль, упустили наглеца Да, Пупсень? Эээ, да! Как хорошо, что вы ягодку спасли Их так мало осталось А кто это был? Караулить надо лучше, вот мы специально не спали Как раз тренировались, чтобы клубнику охранять С нами у вас ни одна ягода не пропадет Ахахахаха Так вы сами посторожите клубнику Ахахаха Как здорово! Осталось всего несколько дней до праздника урожая Пирог будет объедение Хорошо, что Вупсень и Пупсень вызвались сторожить С тех пор ни одна ягодка не пропала Сомневаюсь я что-то Молодцы, гусеницы, каждую ночь на посту А давайте их наградим Сделаем им настоящие медали из ореховой скорлупы И покрасим золотой краской Ха, хорошая мысль Ребята проявили себя достойно Ну это уж слишком Почему? Они рисковали собой, чтобы задержать вора и спасли ягоду А это немало Уж больно вовремя они там оказались Что ты, Кузя? Надо верить друзьям Генерал Шер, пост сдан Пост принят Идите отдохните, ребята Я послешу за огородом Лежим как дураки тут Клубнику от самих себя охраняем Я все думаю Неудобно выходит как-то Лунтик нам поверил Ага, и наградить хочет И теперь меня это мучает Как его? Ну, совесть что ли? Ой-ой Какой сильный дождь Похоже, что еще и с градом Бежим Пупсень, клубника Ее же градом побьет Столько ночей стерегли Зря что ли? Надо куст закрыть Скорей, скорей Ох, как же это мы Такой и ливень был А мы даже не проснулись Надеюсь, Вупсень и Пупсень Успели домой добежать Апчи! Апчи! Ой, Вупсень и Пупсень Ребята, зачем вы здесь остались? Апчи! Клубнику спасти! Клубнику спасти! Вы же настоящие герои! Какие мы герои? Мы вам вот что хотим сказать Это мы таскали клубнику Наградили! Не ожидал я! Пирогом угостят Приятно! Лунтик поверил гусеницам И от этого им стало стыдно Его обманывать А клубнику от дождя и града Они спасли совсем не ради награды Просто они участвовали В общем деле Привет! Я Лунтик Я снова с вами! Арбуз Так Фу Но теперь Капочка довольна будет Кузя, а зачем мы идём вперёд спиной? Потому что когда идёшь лицом вперёд, не видишь, что у тебя за спиной А я сейчас всё вижу Ага, а можно ещё прыгать, то вперёд лицом? Ты чего? Я вижу, что у тебя за спиной А как ты думаешь, что это? Не знаю, какой-то огромный мяч Чур мой? Я его первый увидел, мой Мой мяч, отойди Стой, раз, два А для чего эта штука? Может, это инопланетный корабль? Тебе одному в такой огромный мяч всё равно будет сложно играть Давай лучше вместе А давай, так веселее будет Огромная махина, перегородившая дорогу, мешает передвижению Наша задача убрать досадную помеху Ха, как здесь здорово! И всё же, что бы это могло быть? Гладкая такая О, раз гладкая, это будет наша горка Ух ты! Ха-ха-ха! Давай лучше отдащим этот мяч к нам Ага! Привет! Ещё пару кольев и хватит! Сюда кладите Внимание! Общий сбор! Итак, за дело! Раз! Э, вы чего тут падаете с нашего мяча? Да! Чего вы тут не видели? Смотри-ка, сколько народу около нашей горки! Два! Что значит около вашей горки? Да, это наш мяч! Это мы нашли его! Но мы тоже её нашли Два! Спасайся! Спасайтесь! Нунтик, держи нашу горку! Пупсинь, гони наш мяч ко мне! Не могу, он убегает! О, орка! Эх! А-а-а! Мастой! Побежали догонять! Ура! Меч наш! О, смотри-ка, Шуршуля, арбуз раскололся. Хе, хорошо, что мы отправили его по речке. Ну вот! Пропал наш мяч! А ничего страшного не случилось. Арбуз мы все равно съедим. Арбуз? Баба Капа и дед Шер объяснили ребятам, что такое арбуз. С арбузом не играют, его едят. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Радужные камни. Дядя Корней, давайте я вам помогу. Спасибо, Лунтик. Вон смотри, там еще пчеленок. Опять пытается стихи для Милы писать. Значит, как договорились, радужные камни. Ага, и у каждого своя волшебная сила. Надо побольше камней наделать. Вдруг еще кого-нибудь встретим. Ага. Так, тетрадку со стихами Шнюка взяли, цемент для песчаного замка взяли, шарики для штанги и волшебные радужные камни. Все, пошли. Вперед! Привет, Лунтик. Чего такой грустный? Я такой большой, но не смог мешок Корнею Корнеичу донести. Лунтик, только для тебя. Раскрою один секрет. Представляешь, гуляем мы как-то вечером. И на тебе, радуга. А с нее сыплются разноцветные гамушки. И у каждого свои удивительные свойства. Синий, например, наделяет невероятной силой. И раз, и два. Ой, а можно взять его хоть на один денечек? Пожалуйста. Ну, разве что в обмен на твои новые машинки. Хорошо, я сейчас принесу, я быстро. Ха-ха-ха-ха. Нет, ты видел, а? Он поверил. А ты как думал? Весь мир боготворил принцессу. К ногам ее бросал цветы. И лишь поэт увидел душу под маской дивной красоты. Здорово. Это он сам написал? Ага. Вот бы мне иметь такой стихотворный талант. Хе, да без проблем. Видишь, что у него на шее висит? Это радужный камень. Слышал про такие? Неа. Представляешь, гуляем мы как-то вечером. И на тебе, радуга. А с нее сыплются разноцветные гамушки. Спасибо за стихи, дядя Шнюк. Ягодки. Привет, кчеленок. А ты чего такой грустный? Хочу написать стихотворение и впустую. Даже радужный камень не помогает. Хм, мне тоже радужный камень не помог. Мой радужный камень не работает. А гусеницы сказали, что с ним мои замки будут высокими и крепкими. Раскрашенные камни нам подсунули. Как я мог им поверить? Ну ничего, я знаю, как мы их проучим. Дайте мне радужных камней, да побольше! Конечно. Берите, какие хотите. Для храбрости, для ловкости, для красоты. Нет, мне от вредности, от жадности и от обмана. Обмана! А-а-а! 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 Ой-ой-ой! Дети, что у вас тут происходит? Дядя Корней отчитал гусениц за обман. Мы больше не будем! И объяснил ребятам, что для того, чтобы появились сила, мастерство и умения, нужен настойчивый труд, а вовсе не какие-то радужные камни. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Спасибо, бабуля! На здоровье, Лунтик! Ух ты! Сколько земляники! Это для компота. Лунтик, ты не мог бы сходить к роднику за водой? Конечно, схожу. Спасибо, ты меня очень выручишь. Пойдем, я тебе тележку и бочку дам. Привет, Лунтик! Пойдешь в прятки играть? Привет, ребята! Я сейчас не могу. Меня бабуля попросила сходить за водой для компота. Так мы с тобой, правда, Мила? Ага, вместе-то веселее. Вупси, а нам мыло хватит такую огромную кучу белья выстирать? Конечно, хватит. Я десять кусков взял. И еще две пачки стирального порошка. Смотрите, там вупсинь с пупсинем. И кажется, они собираются стирать. Только не это! Сейчас же вся вода мыльная будет. Стойте! Остановитесь! Это еще почему? Пожалуйста, подождите. Нам нужно набрать воды. Ну вот еще. У нас сегодня ежегодная стирка. И отменять мы ее не собираемся. Деньга за три управимся. А потом набирайте себе воду. Точно! Хоть воду, хоть пену. Ха-ха-ха! Как же мы наберем теперь воды? Нужно их как-нибудь отвлечь от стирки, чтобы всю мыльную пену унесло течением. Тогда мы сможем набрать чистой воды. Постойте! У меня есть идея, как это сделать. Не жалей мыло! Три хорошенько! Вупсень! Я устал! Ой, смотри-ка! Что это они затеяли? Кузя! Кузя! Давай, Кузя! Покажи, как ты умеешь прыгать! Вупсень! Пупсень! Идите к нам! Устроим соревнования по прыжкам! Вот еще! Будем мы с малышней соревноваться! Да вы просто струсили! Кто? Мы? Ну уж нет! Вот увидите! Мы дальше Кузе прыгнем! Только ты, Кузя, Чур первый! Хорошо! Ну давай уж прыгай! Да! Нам еще кучу белья перестирать надо! Эхей! Хоп! Хоп! Обратно! Эхей! Хоп! Теперь ваша очередь! Давай, Пупсень! Покажи им класс! Все! Все! Вода уже чистая! Можно набирать! Эхей! Эхей! Ха-ха-ха-ха! Смотри! Вупсень! Они набрали нашу воду! А! Значит, они просто хотели нас отвлечь! Ну уж дудки! Эхей! О! Ой! Извините! Я не специально! Да! Извините! Просто его ветром снесло! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Давайте мы вам поможем постирать, чтобы быстрее было! Ха-ха-ха! Вот еще! Доверим мы свои вещи, кому попало! Ха-ха-ха! Что делать? Я придумала! Я придумала! Надо нарядить Лунтика в страшное чудище! Лунтик выскочит из кустов, напугает гусениц и те убегут! Точно! А мы наберем чистой воды! Ха-ха-ха! А-а-а-а! Ха-ха-ха! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Караул! Спасайся, кто может! А-а-а! Спасите! Помогите! Эй-эй-эй! Чудище! Ой! Ха-ха-ха! Да! Здорово мы провели гусениц! Ага! А как талантливо Лунтик сыграл рукой! Коль чудище! Главное, что теперь у нас есть чистая вода, чтобы сварить земляничный компот! Компот? Ну вот, можно угощаться! Здравствуйте! Мы тут, э-это, воды вам принесли! Да! Для компота! Вупсеня и Пупсеня, конечно же, простили и позвали отведать земляничного компота! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Воздушные шарики Надеюсь, Кузе понравится наш подарок! Конечно! Представляешь, как высоко он сможет прыгать! Ой! Давай лучше я понесу! Давай! Привет, Клава! О! Ой, так! Еда! Да! Не могу! Это подарок для Кузи! У него сегодня день рождения! Наши шарики! Ой! Смотри! Она улетает! Бежим за ней! Клава! Клава, стой! Держи ее, Лунтик! Что же теперь делать? Беги за ней, а я позову кого-нибудь на помощь! Хорошо! Клава! Клава, стой! Клава, стой! Клава, стой! Скорее! Помогите! Ну вот еще! Она нам ворота сломала! Во-во! И меня напугала! Эй, Лунтик, осторожней! Сетку не порви! Всегда с этой малышней что-нибудь случается! Скорее! Ее несет к пруду! Вон она! Вон она! Держи! Улетает! Вон она! Вали ее! Улетает! Попадай! Не может быть! Дирижабль! Вон она! Держи! Держи! Вали ее! Попадай! Лунтик! 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 Куда она могла полететь? Что же мы теперь Кузе подарим? Посмотри, какое странное облако! Держи! 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 Вон она! Вон она! Ой! Держитесь! Я сейчас! Эх вы! Не умеете! Да уж! Ничего сами не могут! Держите ее! Держите! Нужно ее распутать! Держите! Держите! А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а! Наша сетка! Лунтик! С днем рождения! С днем рождения, Кузя! С днем рождения, Кузя! С днем рождения, Кузя! С днем рождения, Кузя! Ребятам надолго запомнился Кузин день рождения. А жаба Клава с тех пор никогда не брала чужого без спросу. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Имя. Пора завтракать. Пора завтракать. Ой! А-а-а! А-а-а! Если это так невкусно, зачем вы это едите? Попробуйте нектар, он вкусный. Ой! Я не ем нектар, малыш. Я ем корни. Меня и зовут Корней Корнеевич. А я лунная пчела. А зовут-то тебя как? Зовут? Меня никуда не зовут. Нет, ты меня не понял. Вот я червяк, а зовут меня Корней Корнеевич. Ты лунная пчела. А твое имя? У каждого должно быть имя. Его носят с самого рождения. А что же у меня было с рождения? Я думаю, тебе нужно найти имя. По-моему, я с чем-то прилетел. Извините, пожалуйста. Кто там? Это я. Кто я? Назовите имя. Вот оно. А-а-а! Здравствуйте. Как вы думаете, а где лучше носить свое имя? Быстро поставь его на место. На место? Хорошо. Где же это место? Ай! Куда это вы так спешите, молодой человек? Вы меня зовете? Вас-вас. Как ваше имя? Вот оно. Какое невежество. Имя это не вещь. Имя это то, как тебя называют. А как меня называют? Ну, этого я не знаю. И вообще не приставай ко мне. У тебя что, друзей нет? Есть. Кузя и Пчелёнок. Вот и спроси у них. Спасибо. И что прикажете мне с этим делать? Ой, горшок! Кузя! Пчелёнок! Кузя! Пчелёнок! Кузя! Пчелёнок! Ты меня звал? Да. Я хочу, чтобы ты меня тоже позвал. Куда позвал? Никуда. По имени позвал. А, а какое у тебя имя? Не знаю. Я его с самого утра ищу. Даже в пруд залезал. Хм. Зачем в пруд-то лезть? Имя можно и тут найти. Сейчас посмотрим, что тебе подходит. Вот, смотри. Можно тебя камешком назвать. Хотя нет, он слишком маленький. Во! Прутик! Нет, слишком тонкий. Это всё не то. Заберёмся повыше, там обзор больше. Хорошо. Солнышко. Облачко. Кустик. Ромашка. Роза. Ой, это уже девчонки, чьи имена пошли. Привет. Чем это вы тут занимаетесь? Не мешай. Я пытаюсь подобрать ему имя. А у тебя что, нет имени? У-у. Ты не представляешь, как тебе повезло. Почему? Потому что теперь мы сами можем придумать тебе имя. Какое ты хочешь? Ну, раз я лунная пчела, то и имя у меня должно быть. Лунное. Точно. Ты же с луны упал. Сейчас, сейчас. Так. Луна цупик. Лунопутик. Эээ, паналутик. Лунопотик. Эээ, лу-та-тутик. Тьфу, язык уже сломал. Ой, Кузя, ты сломала за меня язык? Да нет, это так говорят. Подожди, Лунтик, не мешай. Лунтик? А? Мне нравится это имя. Лунтик. Скорее, позовите меня. Лунтик. Эээ, Лунтик. Ура! У меня теперь есть имя. Теперь меня зовут. Ой. Я спущусь поздороваться с Корней Корнеевичем. А то утром я был без имени. Очень вежливый малыш. Интересно, на Луне все такие? А? Ой. Здравствуйте, Корней Корнеевич. Знаете, теперь у меня есть имя. Да? И как тебя теперь зовут? Ой, я забыл. Лунтик. Как хорошо, когда друзья могут помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова